Этой зимой земля была щедро покрыта толстым слоем снега, но как только он растаял, во многих местах города глазам пристала не только зеленеющая травка, но и весьма неприятная картина с испражнениями животных. Виной тому, что каждую весну приходится сталкиваться с этой проблемой, безответственное отношение многих собачников. Однако стоит помнить, что за это предусмотрены денежные штрафы. Требования к содержанию животных, а также права и обязанности их хозяев оговорены в правилах Кабинета Министров номер 266 и в Законе о правах животных. Существуют также специально разработанные правила содержания домашних животных на территории Даугупилса, согласно которым собак запрещено приводить на детские игровые площадки, в учебные заведения на их территорию, в места развлечения на спортивные площадки, в места оказания услуг и торговли на общественные пляжи и водоемы и в места проведения общественных мероприятий. Отправляясь на прогулку, при себе надо обязательно иметь инвентарь для уборки экскрементов и, соответственно, нужно убирать за животным. Собаку, независимо от ее размера, обязательно надо везти на поводке, за исключением огороженных территорий, специально предусмотренных для выгула собак. В Даугупилсе такие площадки есть в разных микрорайонах города. Несколько месяцев назад их обновили, установив новые собачьи тренажеры и урны. Тем не менее, полиция самоправления, которая регулярно следит за соблюдением правил содержания животных, отмечает, что даже несмотря на это, некоторые владельцы продолжают спускать собак с поводка в непредусмотренном для этого месте и оставляют неубранные испражнения не только на газонах и дорожках в парках, но и на оборудованных площадках для выгула. В год за такие нарушения составляется до 100 административных протоколов. Во время патрулирования всегда обращаем внимание на те места, где чаще всего встречаем людей с собаками. И основной упор у нас идет на два пункта. Это чтобы собака была на поводке и чтобы хозяин собаки собирал экскременты после собаки. Эти два основных пункта, которые указаны в правилах содержания собаки на территории города Даугупилс. Чаще всего, конечно, без поводка. Это самый частый пункт. В правилах оговорен также порядок содержания домашних и бездомных котов. На территории города, вблизи жилых домов, разрешается содержать только стерилизованных, обозначенных соответствующим образом котов, которым обеспечен должный уход. О бродящих животных и зверях, оказавшихся в беспомощном состоянии, просят сообщать в приюле животных о нарушениях правил содержания питомцев в полицию с управлением. В законе о защите прав животных определено, что за нарушение в их содержании может быть применен денежный штраф до 1750 евро для физических и от 110 до 2500 евро для юридических лиц. В свою очередь за жесткое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Если вам известно о таких случаях, об этом стоит сообщить в госполицию. Полиция самоправления, получая такие сигналы, также передает информацию в компетентные органы. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.